Странное дело, мне кажется, что мы с вами слушаем разные радио и смотрим разные телевидения, потому что я очень часто слышу о достижениях, изобретениях наших ученых. Только мне очень больно слышать, что теперь иногда эти фамилии наших ученых произносятся вместе с гражданством других государств. Это прямое следствие 90-х годов, когда была прекращена младореформаторами финансирование науки. Естественно, ученые уехали туда, где им предложили хорошие условия. Что касается проектов Сколково, я к нему настроен очень скептически. На мой взгляд, куда умнее было бы вложить эти деньги не в создание какого-то нового, модно раскрученного проекта, а вложить в те уже существующие интеллектуальные центры, вроде Новосибирска и другие, которые существуют. Так что, собственно говоря, в науке есть, конечно, проблемы, но они не столь глобальные и дела там не столь печальны, как это может показаться тому, кто смотрит исключительно западное телевидение и слушает прозападное радио.